Благодарю вас, что остаетесь с нами. Это традиционное время новостей на Первом Карагандинском. Обещаю рассказать все самое интересное. Меня зовут Полина Малюкова и мы начинаем. 13 июля в Казахстане объявили Национальный день траура по всем казахстанцам, погибшим от коронавирусной инфекции. Глава государства Касым Жомартукаев призвал граждан сплотиться в борьбе с пандемией. В аптеке Карагандинской области началась отгрузка жаропонижающих и противовирусных препаратов. Члены специальной мониторинговой группы проверили аптеки и фармацевтический склад. Работы нет, но вы держитесь. Потерпеть две недели предложили салонам красоты и развивашкам. Эти сферы уже второй раз полностью заморожены из-за карантина. 13 июля в Казахстане объявлен Национальный день траура по всем казахстанцам, погибшим от коронавирусной инфекции. Об этом в ходе телевизионного обращения сообщил глава государства Касым Жомартукаев. Он также призвал всех граждан сплотиться в борьбе с пандемией. На сегодня в Казахстане от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 264 человека. За сухими статистическими цифрами скрываются горе сотен казахстанских семей, отметил президент Касым Жомартукаев. Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших и объявил 13 июля днем национального траура. К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. За официальными сфотками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех. Поэтому мною принято решение объявить 13 июля днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших. Глава государства подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране остается серьезной. Однако на фоне других государств в пропорциональном соотношении она, если не лучше, то ничуть не хуже. Тем не менее, угрозу коронавируса недооценивать нельзя. Ошибочно думать, что это обычный грипп, отметил президент Укаев. Количество заболевших в мире достигло почти 12 миллионов человек. С самого начала пандемии в Казахстане были приняты решительные и жесткие меры. Это позволило спасти многие жизни. Из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Минздрава, нерасторопности Акимов, мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса, вкупе с резким ростом заболевания пневмонии. Государственной комиссии принято решение о введении двухнедельного карантина по всей стране. Это правильное решение. В данный момент появились первые признаки стабилизации ситуации. Но расслабляться, конечно, рано. Предстоящие недели станут решающими в нашей борьбе с пандемией. Отдельно глава государства остановился на лекарственном обеспечении. Значительно сокращены сроки сертификации лекарственных препаратов. Ускорена процедура регистрации новых препаратов отечественных производителей. Ведется нещадная борьба со спекулянтами. По моему поручению, правоохранительные органы начали привлекать к ответственности лиц, занимающихся спекуляцией лекарств. Акиматам следует проводить общественные рейды и выявлять подобные факты. Некоторые лица устраивают политические игрища, распускают слухи, подогревают ситуацию разного рода предположениями и призывами, пытаются разжечь рознь в обществе. Такого рода манипуляции крайне опасные. Поэтому им будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством. В завершение обращения Касамжумар Тукаев призвал казахстанцев сплотиться в борьбе с пандемией. Хочу призвать всех соотечественников проявить стойкость и спокойствие, ответственность перед испытаниями, выпавшими на долю нашего народа. Мы продолжаем нашу борьбу с коронавирусом. Нет сомнений в том, что победа будет на нашей стороне. Мы не должны опускать руки, поддаваться депрессии, апатии. Сегодня, как никогда, нужно проявить наше единство. Мы никого не оставим в беде и будем биться за жизнь и здоровье каждого казахстанца. Согласно данным Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, за прошедшие сутки в Карагандинской области подтвердили 150 новых случаев заболевания. Всего в стране сейчас 53 021 заболевших. Из них в Карагандинской области 5 670. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Очередной карантин действует в Казахстане с 5 июля. Однако бизнес-сообщество уже сейчас беспокоится, что двумя неделями Министерство здравоохранения не ограничится. Насколько введенные меры действенны, рассказал главный медик страны Алексей Цой. К разработке ограничительных мер сроком на две недели в Министерстве здравоохранения подошли ответственно. Главная задача – справиться с пиком заболеваемости. Но учли также пожелания граждан, в особенности предпринимателей. Текущий режим максимально адаптирован под бизнес-сообщество. А вот говорить о результатах карантина, по словам министра, еще рано. Вот оценка ближайшая, вообще любая, она должна быть связана с инкубационным периодом, то есть 14 дней. То есть сейчас мы уже какие-то промежуточные результаты смотрим, но реальный эффект мы будем видеть уже там ближе ко второй неделе, либо сразу после. То есть когда мы проведем оценку эту, уже к завершению карантина, будет понятно, продлится он, либо меры будут ужесточены. То есть вот эти моменты мы сейчас прорабатываем и смотрим вместе с нашими учеными и нашими иностранными коллегами. Карагандинцы свою оценку очередному карантину уже дают. Большая часть опрошенных считает ситуацию в стране серьезной и строго придерживается всех санитарных требований. Некоторые даже уверены, что стоит ввести режим ЧП. Другие понимают, что ситуация негативно сказывается на экономике. Да нет, нельзя останавливать жизнь, потому что людям надо работать, государство нас не обеспечивает. Сказать, чтобы все дома сидели, а кто работать будет тогда? Ну, наверное, поможет людей, по крайней мере, как-то на это дело, а то нужно же беречься все равно. Мне кажется, надо продлить вообще. Да, потому что все болеют. Надо продлить. Надо сделать ЧС, наверное, не просто карантин. Я сама работаю в магазине, и я так думаю, что... Ну, не поможет, потому что люди приходят, даже на дверях написано, одевайте маски при входе. Все приходят, как будто я уже, у меня язык устал повторять. Пожалуйста, одевайте маски, пожалуйста, одевайте. Ну, люди... Нужно людям головы включить, всем жителям включить головы. А все думают, знаете, нет рядом со мной, вот никто не умер. Ой, это где-то далеко, не со мной, это не про меня, это вот так. В аптеке Карагандинской области началась отгрузка жаропонижающих и противовирусных препаратов. Члены специальной мониторинговой группы во главе с руководителем Департамента агентства по противодействию коррупции Денисом Шакеновым и заместителем Акима Карагандинской области Алишером Абдекадыровым проверили на наличие востребованных медикаментов аптеки города и фармацевтический склад. Крупный фармацевтический дистрибьютор области начал отгружать в аптеки жаропонижающие противовирусные средства и антибиотики. В розничные аптечные сети отправили парацетамол, ингаверин, азитромицин и цевтриаксон. Напомним, что в течение нескольких дней июня из аптечной сети был выкуплен месячный объем некоторых лекарств. Да, на прошлой неделе у нас был парацетамол в достаточно большом количестве, но мы его продали. А вот жаропонижающие вот эти продукты? Все есть в наличии, с ними перебоев никогда не было. Есть препараты и бупрофен содержащие, есть парацетамол содержащие, также можно и деклофенак применять для снижения температуры. Все есть. А противовирусные? Противовирусные у нас и сейчас есть в наличии, а также они поступают каждый день, привозят товар есть. Сейчас большой спрос на парацетамол, его распродают очень быстро. Несмотря на то, что на крупнейшем фармскладе было 190 тысяч упаковок этих таблеток, в продажу их не пускали. Проблема была в прохождении обязательной сертификации. Раньше на это уходил месяц. Сейчас, с учетом сложившейся ситуации, в Минздраве упростили эту процедуру. В воскресенье, в понедельник в Министерстве здравоохранения была проведена работа, упростили порядок. То есть мы ожидаем, что уже в течение двух, максимум трех дней, до всех аптек, в том числе в отдаленных районах, вот эти медицинские препараты будут поставлены. Помимо этого, мы сейчас проводим работу, со всех собрали потребность месячную, с учетом повышенного спроса, который есть сейчас. И эту же новую партию будет Аманат заказывать и затем беспрерывно снабжать ритмично все аптеки области. На совещании с представителями руководителей аптек и оптовиков ускорить процесс отправки препаратов поручил Аким области Жениц Косымбек. Он попросил специальные органы взять на контроль ситуацию, чтобы не допустить необоснованного завышения цен и фактов перекупки. Нам сейчас поручено руководством агентства, председателем, чтобы мы этот вопрос взяли на особый контроль. В период пандемии это поручение главы государства, поэтому мы совместно с общественниками сегодня посетили аптеки. Значит, тут склад очень такой большой, который есть в Арганистской области. И я думаю, что будем в постоянном контроле это держать. И в случае, конечно, обнаружения таких фактов, мы будем самые строжайшие меры принимать в соответствии с законом. С учетом логистики в аптеке области в ближайшие несколько дней доставят препараты, пользующиеся повышенным спросом. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинской области продолжается борьба с безработицей. С этой целью реализуются программы «Янбек» и «Дорожная карта занятости». Данные проекты позволят трудоустроить более 16 тысяч карагандинцев и охватить ремонтом важные социальные объекты. Одна из задач программы «Янбек» – краткосрочное профессиональное обучение. Особенность в том, что профессии подбираются именно по заявкам работодателей. Самые популярные вакансии на сегодня – строительные. Обучиться может каждый безработный карагандинец. В приоритете молодежь, члены малообеспеченных или многодетных семей, а также трудоспособные инвалиды. Весь процесс получения специальности не займет более шести месяцев. В рамках программы «Янбек» предусмотрено развитие массового предпринимательства, которое реализуется через обучение основы предпринимательства по проекту «Басталбизнес», расширение микрокредитования и предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей. Для обучения предпринимательским навыкам, в том числе принципам формирования сельскохозяйственных кооператив, а также сопровождение их бизнес-проектов, осуществляется обучение основы предпринимательства по проекту «Басталбизнес». В текущей ситуации курсы проходят в режиме онлайн. Изучат основы предпринимательства в ближайшее время 914 граждан. В дорожную карту занятости в этом году вошли 627 проектов. Это строительство и ремонт дорог, восстановление водопроводных и тепловых сетей, ремонт школ и больниц. Получить работу в рамках ДКЗ можно в центре занятости любого населенного пункта области. По Карагандинской области в дорожную карту вошли у нас 627 проектов на сумму более 64 миллиардов тенге с созданием 16 106 рабочих мест, в том числе с трудоустройством через центры занятости более 8 тысяч человек. На сегодняшний день уже на инфраструктурных проектах у нас создано порядка 10 тысяч рабочих мест, в том числе через центры занятости мы направили уже 5 тысяч человек. Заработная плата не меньше 85 тысяч тенге. Для работников, прибывших из отдаленных населенных пунктов, предусмотрены подъемные пособия в размере двух минимальных заработных плат. Реализация ДКЗ в целом позволит закрыть проблему аварийности школ на 100% в нашей области, расширить сети организации дополнительных образований. Согласно ДКЗ у нас предусмотрено строительство фоков, бассейнов, что позволит увеличить систематически занимающихся спортом населения до 30%. Также у нас по дорожной карте предусмотрено строительство ряд медицинских объектов. Очень большое финансирование у нас предусмотрено для благоустройства населенных пунктов наших. Для того, чтобы жители отдаленных населенных пунктов могли узнавать о вакансиях, создано 18 мобильных групп. Они консультируются искателей и помогают им добраться до места работы. Для молодых людей до 29 лет работает программа молодежной практики. Зарплата начинающих специалистов составляет 69 тысяч 450 тенге. Полина Малюкова, Даниил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Работы нет, но вы держитесь. Потерпеть две недели предложили салонам красоты и развивашкам. Эти сферы уже второй раз полностью заморожены из-за карантина. Помогут ли бизнесменам пережить темные времена с минимальными потерями, рассказали в Управлении предпринимательства. Пандемия 2020 года вынудила бизнесменов уйти в интернет-пространство. В условиях ограничений многие предприятия работают дистанционно. Тем не менее, стричь волосы и делать маникюр в режиме онлайн еще не научились. Тяжело приходится и владельцам развивашек, особенно нацеленных на детей с задержками в развитии. В Караганске В Карагандинской области более 70 частных детских садов. Все их не оставят без внимания. Из бюджета им будут выделять от 23 до 29 тысяч тенге на ребенка. Сумма зависит также от расположения сада. Данные средства выдаются сотрудникам в качестве заработной платы. По возможности помогут бизнесменам и отсрочить оплату аренды. В общем, это не получится, потому что каждый где-то арендует и у каждого есть свой, скажем так, арендодатель. Практика такая медиация, скажем, принята, когда по торговым домам принимались решения. Если какие-то вопросы возникали, то наше управление, палата предпринимателей выезжали вместе с арендодателем, арендаторами. Разбирались по каждому вопросу. Владельцам салонов красоты уже предоставляли трехмесячную отсрочку по кредитам на время ЧП. Сейчас такой поблажкой можно воспользоваться снова, еще на 90 дней. Эта возможность есть у всех бизнесменов, чья деятельность серьезно пострадала. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, обязательно делитесь ею с нами. Телефон службы новостей 420649. Берегите себя, носите маски и сохраняйте социальную дистанцию. Ну а мы продолжим держать вас в курсе всех актуальных событий. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова